друзья всем самый большой добрый и теплый привет вся та же самая локация но вчера видео у меня стены были немного другие а сегодня вы как понимаете они уже другие все потому что я решил покрыть обои потихоньку начинают делать ремонт вчера вдирал эти обои целый день я не думал что это настолько сложно я ремонт делал своей жизни один раз это было но не соврать лет двадцать назад мне кажется это все было гораздо проще вчера я размывал это все дело сначала мочил и потом сдирал еще не до конца четверть стены осталось отодрать потому что вчера уже у меня все не хватило не силу не нервов вообще ничего не хватило моих человеческих ресурсов я один потому что помощников у меня так получилось нету и одному тяжеловато с ремонтом сегодня разбирал шкаф тут стоял шкаф я не знаю наверное сороковых годов он такой большой на пол стены и как раньше строили там кучу уголков кучу болтов все огромные вот эти вот стенки а квартира у меня на четвертом этаже и вот сейчас чтобы вынести вот эту я его разобрал этот шкаф я не знаю сколько я расходил у меня четвертый этаж но естественно лифта нет потому что дом хрущевка я не знаю сталинка хрущевка чё тут как он надевается пятиэтажка обычная вот я с этой детали где-то две детали брал я ходил я не знаю может 11 раз туда-сюда туда-сюда руки-ноги у меня пока что-то это классный фитнес называется вот сейчас я наверное до конца обдеру обои почищу стены чуть-чуть подчищу приведу полы в порядок помою на них смотрю тут и клею чё только нет после вчерашнего и на днях наверное начну клеить обои сегодня уже не начну потому что чё-то я устал за вчерашний день я вчера уже уехал вечером сегодня день только начался вот уже сколько я туда сюда туда-сюда пока выносили этот шкаф плюс мусор мешки выносил еще час отдирать обои все такое тоже делать еще пока хватит обои купил самые простые самые дешевые как я и говорил квартира мне дана это на время от государства как это называется если кто знает маневренный фонд так как мое жилье сгорело она не для жилья все нельзя там жить его сейчас в наше правительство кто там они я не знаю признают его аварийным и вот пока я буду ожидать новое жилье как вот по расселению тот дом под снос потому что я в том видео говорил что тот дом очень старенький был 1917 года постройки это сто с лишним лет его естественно сейчас признают аварийным его будут сносить но жилье скоро наверное нам не дадут скоро это как 5-6 лет ждать придется не знаю может быть раньше может быть позже никто ничего не знает потому что от нашего государства правительства ничего не добьешься мы никому не нужны что бы с нами не случилось никто не поможет они помогут и звание дадут только после смерти если человек умер они дадут а пока мы живы мы никому не нужны только сами делаем встаем идем добиваемся тратим силы нервы деньги которых нет в россии у кого-то может есть вот и все остальное а так никому ничего не надо где только не был я уже говорил в том видео и соцзащите и там и там писал губернатором президентом место это все без вот сейчас в этой квартире я просто поклею обои покрашу пол потому что чужое жилье зачем тут делать супер дорогой ремонт или чего-то там плюс можно было сделать да супер дорогой ремонт все таки для себя какое-то время я буду жить здесь но были бы средства потому что я еще раз говорю у меня сгорело все сегодня так получается ровно месяц как случился пожар 14 числа июня восемнадцать 00 это все произошло пожар гореть вот сгорело все вот я сейчас говорю мне дали вот этот вот маневренный фон голые стены осталось два кресла и тут жила женщина раньше ребенком видимо она получила жилье дождалась квартира скажу вам неплохая она очень теплая обычная обычная однокомнатная квартира как-нибудь я покажу сниму а вот она пустая и вот сейчас то ли ремонт делать то ли вещи покупать спать надо чем-то холодильник стол я вообще не представляю что как что это это дурдом это надо все жизнь с нуля это я и говорю начинается жизнь с нуля было бы мне 20 лет было бы попроще может быть а это надо купить все плоть я не знаю душных палочек ничего нет потому что караул там что-то оставалось после пожара да мы заходили много раз туда но она во первых все проелась дымом там вот стенку у нас которая стояла ее пожар не мебельная стенка ее пожар не взял но когда это все проливали пожарные копоть она все она разбухлые ну все она не транспортировки не не сделаешь и она развалится там уже ну все там вещи куртки все у меня сгорело групп говорят там пепел один пик ничего не осталось вот сейчас в этот в это жилье надо все заново все сначала я вот купил самые дешевые обои бумажные светленькие чистенькие какая разница самое главное чтобы был чистенько светло тепло и крыша над головой чё еще надо все остальное как-нибудь остался жив значит я для чего-то нужен вот буду снимать дальше показывать как обстоят дела как у меня с ремонтом что я делаю чего я клею как я клею как у меня это получается а может и получать я думаю прорвемся спасибо огромное друзья всем за просмотр пишите комментарии ставьте лайки будем с вами на связи всем пока 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 пока